ПЕРСИЯ Эта история произошла 2500 лет назад в Персии. Этот человек — царь Артаксеркс, повелитель медианы персов, владыка 127 областей, самый могущественный монарх в мире. Его армия захватила земли от Индии до Эфиопии, и сейчас она возвращается в Сузы после недавней победы в Египте. КОНЕЦ 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 Разобьем лагерь у воды. До города осталось два броска. Прикажете послать гонца? Не стоит. Предательство успеет надеть маску верности. Хотя и так понятно, кто ее носит. Пошли, гонца! СИМОН 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 Он много раз спасал мне жизнь. Важнее то, что находясь в твоих руках, он спасал мою жизнь. И все же тебя он не достоин. Меч золотого петуха? Величайшая воинская награда. Поезжай домой, Симон. А когда отдохнешь, я возьму тебя служить в личную охрану. Личным охранником владыки мира? Моя суженая не поверит. Кто? Девушка из моей деревни. Мы собираемся пожениться. Подарок невесте. И пусть Боги подарят вам потомство. Да благословит вас мой Бог. Девушка из моей деревни. Сними его. Но это приказ Амана, первого министра, в назидании всем, кто не платит налоги. Аман оскорбил Божью волю. Вы же знаете, если мы снимем его, они казнят десятерых. Да, Натан, я знаю. Ты собираешься всю жизнь трястись от страха? Сними его и отнеси домой. Эстер! Симон! Царь вернулся, и вешать больше никого не будут. Он справедлив, и позвал меня служить в свою охрану. Справедливый, говоришь? Пока он воевал с египтянами, его наместники тиранили народ. Охотящийся лев не знает, что творят его детеныши. Твой лев, слуга дьявола. Давай, едем на родину, в Иудею. Наш царь правит и там. Ты говоришь о родине, хоть и не была там. Мы родились в Персии, здесь наша родина. Мы поклоняемся своему богу, но наш царь, Артаксеркс... Согласись, он щедр. Это его подарок. Он купил твою преданность. Он дарит безделушки, попутно вешали израильский народ. Его руки обогрены кровью. Прости меня, Симон. Я ждала тебя, но в моих мечтах все было не так. Не обижайся, Май. Царь приближается! Царский гонец, открыть ворота! Царь приближается к Сузам! Царь! Не бойся, Стинь. Он будет не раньше утра. Я слежу за его продвижением. Он в десяти лигах от Суз. Армии даже не видно. Время на нашей стороне. Нет, Аман. Твое время вышло. Мое? Наше, если это задело тебя. Возможно, ты отвергаешь будущего царя Персии. Я знаю о твоих амбициях. Тогда зачем рубить с плеча? Артаксеркс ничего не подозревает. А тайный союз со мной будет полезным для тебя. И для тебя, моя дорогая Стинь. Кто станет утверждать, что первый министр плохо служил царю в его отсутствии? Как в политических делах, так и в домашних. Хочется тебе верить, Аман. Ведь если я паду, ты тоже лишишься головы. А как же другие твои любовники? Похождения моей царицы породили много слухов. А кто их подтвердит? Кому охота идти к палачу? Нет. Когда я заключу царя в свои объятия, кому он поверит? Согласен, Астинь. Богиня природы была особенно щедра к тебе. И царский пурпур тебе к лицу. Носи его, пока это возможно. Царицы приходят и уходят. Твои амбиции – это порождение грез, навеянных восточными зельями? Смотри, как бы язык не развязался. Амбиции – это порождение грез, навеянных восточных зелений. На этот порождение Hmm не всегда. Всё будет разогбиться. Т воображение – это порождение грез, навеянных восточных зелений. Коммунал « faço звук». Амбиции – это порождение грез, навеянных восточных зелений. Великий царь Медиан и Персов Мадыка мира, властелин вселенной Повелителя Сирии, Вавилона и Египта Завоеватель Азии и всех заморских стран Твои последние слова неправда, греков я не победил Это лишь вопрос времени Оставь эти громкие слова для моей могилы Я так и сделаю Собрался пережить меня? Мой государь знает, что за него я жизнь свою отдам Надеюсь А ты, Клидратис, доложи о состоянии наших войск в Персии Состояние превосходное А где Мордахей? Государь, он единственный из советников, кто не помогал мне Похоже, он не уважает никого Кроме своего иудейского бога Мордахей, ваше величество, добро пожаловать домой Я рад, что мой государь в добром здравии Ни одной царапинки Если бы не твой друг Симон, меня бы растоптали всадники и пронзили копьем Я собираюсь наградить его Мой доблестный Симон Я хочу выдать за него свою племянницу Ты так великодушен Поэтому я удивился, когда не увидел тебя среди встречающих Я думал, будет лучше помолиться о вашем благополучном возвращении Твой бог мне непонятен, но, похоже, он и впрямь помогает мне Он силен, и я убежден, что вашими руками он остановит бесчинство Амана Я займусь этим вопросом Я не испытываю к нему симпатии, но как политик он необходим В делах усерден, хоть и не в меру Но... Поговорим о чем-нибудь приятном Царица Астинь, надеюсь, не зачахла без меня Ее красота не померкла А настроение? Она... Все так же весела? Мордахей Ты мое око во дворце Мой казначей Всезнающий министр О чем умалчиваешь? Ни о чем Мой взор не проникает ни в Гарем, ни в Царицыны покои Мой взор не проникает ни в Гарем, ни в Гарем... Мой государь, мой муж, как я соскучилась Блудница Что? Ты с ума сошел? Нет, я в своем уме, иначе бы я убил тебя Ты опозорила дворец своим коварством Кто-то оболгал меня Нет, это правда, а не ложь Солдаты пополнения сказали, воины, которые погибли У них не было причины лгать С кем разделила ты свою вину? Назови их имена Приказываю Виновных нет, я не могу назвать их Кем бы они ни были Лучше мне не знать Публичная казнь замарает честь мою Я осуждаю тебя втайне Нет Отныне для меня ты умерла Артак Серкс, поверь мне Уж лучше настоящей смерти умереть, чем потерять тебя Ступай к своим любовникам, шлюха Ступай к своим любовникам, шлюха Симон Скорее бы вы сыграли свадьбу Я ждала его с самого детства Подожду еще пару дней Пусть твердо решит, любит или нет Да, ведь у нее было всего 10 лет, чтобы решить Она даже не думала о других мужчинах Как можно быть уверенным в такой любви? Да, это верно Я смотрела на других мужчин, и я не смотрела Возможно, зря Симон Симон Мордахей Доблестный воин Вылитый Давид В будущем верный муж из Фири Мы не ждали тебя так рано Боюсь, из-за неотложных дел меня не будет на вашей свадьбе Нет Я позже объясню А сегодня я приехал для того, чтобы вручить вам этот дар Можно открыть? Симон, смотри, Мизуза Спасибо, дядя Мы будем с благодарностью вспоминать тебя за то, что она хранит наш дом А я надеюсь, что ты будешь беречь его в этом дворце порока Она уверена, что наш царь сам дьявол В душе он добрый человек По крайней мере, был Был? С ним что-то случилось? Да, он изменился Разбитые иллюзии, отчаяние Поэтому я не смогу приехать на свадьбу Я должен быть рядом с ним И кто может воспользоваться его состоянием в своих целях И тогда Иудейским поселениям в Персии придет конец Царь несчастен При всем величии он позавидовал бы вам КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я повидал на своем веку Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По законам Персии, царица, опозорившая трон, подлежит наказанию. Есть два решения. Казнить или изгнать. Изгнать. Этой же ночью. Я отвезу Астинь в ее родное племя арийцев. А также, будучи первым министром, я обязан найти для вас новую царицу. Это не твоя привилегия. Ты сомневаешься в моем знании ахименицких законов? Нет. Мне непонятно, для чего ты искажаешься. Но так гласит закон Кира Великого. Всякий царь медианы персов, не имеющий наследника, не должен оставаться без супруги. Ты цитируешь, ты верно, но не до конца. Там также сказано, царским слугам надлежит объехать все области, найти прекраснейших девиц и отвезти их в Сузы, во дворец. И та девица, которая понравится царю, станет его супругой. А следовательно, ты не имеешь права лично выбирать ее. Ты прав, дружище Мордахей. Благодарю тебя за то, что от ошибки уберег меня. Мертвая рука предков хочет навязать мне незнакомку. Мне остается исполнить положение закона. Я удаляюсь. Ты говоришь, что эту радость ты обрел в родном краю. Хотелось бы и мне того же. Могущество – тяжелое бремя. Есть только один способ облегчить его. И какой же? Облегчая бремя других, облегчаешь свое. Счастье, за которым вы собрались в долгий путь, вы можете найти в себе. И со временем вы найдете его. Гизгон. Скажи жене моей, зарежь, чтобы немедленно пришла ко мне. Слушаюсь. Не возражаешь, если я угощусь вином? Еще есть дело поважнее для тебя. Оно касается царицы. Да, мой господин. Наш бедный царь. В таком отчаянии он вряд ли соберется проверять сокровищницу в Персиполе. И все же твое ворожество не знает меры. Я то же самое скажу о тех секретах, что ты грекам продаешь. Но стоит мне задуматься о золоте, что я припас в Каринфе, я млею. Пока жив царь, нас будет подстерегать опасность. Сузы не столь укромный уголок для твоей задумки. Но со временем ты найдешь его, а я буду править Персией и заключу союз с Александром. Но пока мы идем по краю пропасти. Отнюдь, мой друг, отнюдь. Если царь почует неладное, я найду идеального козла отпущения. Кого именно? Мордахея. И всех иудеев Персия. КОНЕЦ КОНЕЦ Это секрет, который царь доверил Мордахею. Его план нападения на греков. Я написал его по памяти, на греческом. И добавил на иврите компрометирующий комментарий. Блестящий ход. Храни их у себя, пока опасность угрожает. А затем я расскажу, как мы воспользуемся ими в наших целях. КОНЕЦ Мой повелитель звал меня. Подойди ко мне. Полюбуйся. Это будущая царица Персии. Ты насмехаешься? Невеста царя должна быть девой. Еще не слышал я, чтобы она была чужой женой. Услышишь, Клидратис. Услышишь. Это войдет в историю. Коли аромат цветка настолько сладок, никто не спросит, кто растоптал бутон. Ты подвергаешь ее смертельной опасности. Тебя снедает страсть. Прогони его. Мой преданный военачальник, слушай царский указ. Собери девицу для свадьбы. Можешь не уделять внимания красоте. Ведь та, что наденет диадему, коронована заочно. МОТОРОВ 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 КОНЕЦ 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 Хватайте туф под венячном платье! Живо! Самуэль, принеси мой золотой меч. Царский символ их остановит. КОНЕЦ Симон! Не трогайте её! Пустите меня! Эспирь! Пустите! Симон! Симон! Отпусти меня! Пусти! Симон! Симон! Эспирь! Эдис Остановись. Тебе же будет хуже. Беги, пока не поздно. Какой-то иудей пытался меня убить. Найдите его. Живым возьмите. Всю деревню в расход. Не жалеть никого, ни женщин, ни детей. И так со всеми еврейскими поселениями. Что-то вы не слишком разговарчивы для девушек. А несколько девиц действительно могут приглянуться нашему монарху. В последнее время он сам не свой. И я возьму на себя обязанность отобрать для него лучших. Разумеется. Тогда бери то, что играет с водой. Ту с белой кожей. И ту, что сидит в углу. Отдай их своим ребятам. А потом солдатам в гарнизоне. Это опасно. Бегай, старший Евну взорко следит за ними. Но у тебя найдутся люди, чьих жизней тебе не жалко. Да, трое новобранцев, которые зря едят хлеб. Новички, тем лучше, вызови их. Предложи в награду женщин, а если их поймают, обвини в похоти. Только десять самых красивых предстанут перед царем для последнего отбора. Завтра утром я приду. Господь Всемогущий, где ты в Сузах? Мордахей, который мне за отца. Пусть он узнает, что со мной случилось. Как можно скорее. Молю тебя. Эсфирь? Эсфирь? Я же говорю, это только начало бед для нашего народа. Одна искра и пламя геноцида. Я должен это остановить, но сначала спасти Эсфирь. Симон уверен, что вы сможете повлиять на царя. Он безразличен ко всему, кроме своей душевной горечи. Аман, первый министр, этот подлый змей, теперь наш господин. Значит, мне передать Симону, что надежды нет? Надежда есть всегда. Дай мне время посовещаться с Богом. Где прячется Симон? В руинах города мертвых. Ступай к нему и передай, что я скоро приду. Давай, давай. Молодец. Вали его. Еще разок. Сириак, ты самый сильный из нас. Перекинь его через спину, чтобы впредь не сдерживал силу перед царем. Сегодня и в прошлом мы всегда были лучшими и в раскаленной пустыне, и в бушующем море. Мы всегда побеждаем врагов. Мои бессмертные войны. Царь, что попирает мир ногами, счастлив только среди нас. Стойте. Разбитая Museum Девушки отдыхают Я не могу Он поднял руку на офицера, и на него объявлена охота Твою деревню разграбили и сожгли Такая же судьба постигла все еврейские поселения на их пути Они повесили Эммануэля, кузнеца Детей и женщин они прогнали в степь Теперь их даже ветер не найдет Прости меня Я думала только о себе, но я ничто Ты ошибаешься, Эсфирь Возможно, именно тебя выбрал Яхве спасительницей нашего народа Нежность порой бывает крепче стали Воспользуйся оружием своим Красотой души и тела и покори царя Пусть он зарубит на корню ростки коварства в этих стенах Добиться его благосклонности? Да, забудь Симона, забудь свои мечты и думай о спасении своего народа Я хочу вернуть свою жизнь Я хочу вернуть Симона Симон солдат Когда война, он забывает о любви А это твоя война Бескровная, но не менее опасная Ведь ты рискуешь жизнью Ты тоже станешь воином И, возможно, Симон будет тобой гордиться Он будет презирать меня Значит, он не достоин тебя, коли ставит свою любовь выше судьбы народа Но я люблю его Как я могу оставить его навсегда? Если меня выберет царь Что ж, пусть так и будет Но я не могу обманывать Нет, мы не будем лгать Но я предупреждаю Не говори, кто твои предки Не забывай, что в этом лагере полно врагов О Бог израильский Направь меня Помоги Субтитры сделал DimaTorzok Встань на колени Поклонись Поклонись медленно Теперь Поднимите голову медленно Встаньте Белое платье Какая простота Сама выбрала? Да Можно подумать, что не горит желанием получить царскую корону Сама скромность Мне это нравится Твоя непритязательность нуждается в награде Принесите золотую накидку Отдыхайте, голубки мои Я благодарна вам, но не приму подарка А я приму? Да, подарите лучше А тебе слова никто не давал Будь осторожен, евнух У меня влиятельные друзья В борделях среди солдат? Прошу тебя, дитя Надень ее Пожалуйста Ах ты, гадюка Я все слышал Твой ядовитый язык может погубить меня Прости, мой господин Та, что в золотой накидке Своей красотой может затмить других Не затмит, если ты все сделаешь, как я скажу Я слушаю Сегодня вечером вас поведут к царю через приемную гарема Там маленькая дверь для рабов Отопри ее Но как здесь настоящая тюрьма? В час отдыха даже Гигай уходит в свои покои Ступай немедленно Гизгон Ты видишь Ту в золотой накидке? Запомни ее Запомни хорошенько ту Что в накидке из золота Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это неудача будет ударом по моему престижу Закончим поскорее Ступай вперед Тщеславие, корысть! Эта накидка не скроет твои подлости Субтитры создавал DimaTorzok Не оплакивай потерю золотой накидки Ничто не может ослабить Ни доверия царя к женским амбициям И такая красота пропадет зря Прекраснейшие девы вернутся домой, чтобы доить коз Домой? А куда еще? Вы дочери нашего царства, а не наложницы Ты просто вырази царю свое почтение Ступай, моя радость, удачи тебе! Можешь идти Хотя постой Твой светлый лик Я узнал тебя Мужчина, игравшийся со стражей Неужели вы царь? Порой я жалею об этом Как тебя зовут? Эсфирь И... Ты плакала? О чем ты плакала? Ваши солдаты похитили меня из-под венца Таков закон Я его слуга Хотя порой он мне не нравится Ты надеялась, что я тебя отпущу? Нет, нет Ну а вдруг это... Твоя судьба? Похоже, наши руки связаны Мои законами предков, твоей судьбой Я собирался обойти закон И отклонить все кандидатуры Но теперь Я не могу этого сделать Себя ведь не обманешь Мне кажется, что только для тебя Писал этот закон великий Кир Я выбрал тебя Но не вправе тебе приказывать Погости у меня Пусть время прикажет твоему сердцу уйти или остаться Бегай, обращайся с ней, как с моей супругой Моя будущая царица Могу я узнать имя счастливой избранницы? Ее зовут Исфирь Болван Кретин Чудовище безмозглое Эсфирь Я только что от царя Он вновь улыбается, часто и непринужденно Каждый новый день подтверждает то, что ты послана Богом для его спасения Но я переживаю за тебя Царь не так терпелив Его привлекает не только твоя красота, но и твоя порядочность, которая не дает тебе забыть Симона Я боюсь, что со временем его чаша терпения переполнится, и ты настроишь его против себя Такое может произойти, Исфирь Не бойся за меня Пока он проявляет ко мне только доброту Ты плохо его знаешь В гневе он страшен Ты мужчина, а я вижу его иначе Глазами женщины Твоя поспешная защита говорит о нежных чувствах Не спорю, меня влечет к нему неведомая сила Я пыталась уверить себя, что это простое восхищение Неужели это все, что я испытывала к Симону? Я преклонялась перед ним Он сказал, что мою любовь не испытывал напрочность другой мужчина Дядя, поезжай к нему И отвези все, что ему нужно Поеду немедленно Симон! 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 Си-и-и-и-и-и-и-и-и-и-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-iным-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-iっ! Это Мордахей! Мордахей! Симон, мой бедный мальчик. Вот провизия. Я буду привозить тебе еду, пока солдаты не прекратят охоту. И она не прекратится никогда. Почему ты так считаешь? Я не успокоюсь, пока не освобожу Эсфирь. Она не пленница. Ей покровительствует царь. Готовит ее к роли наложницы? Супруги. Я говорил с Эсфирью и увидел в ней проблески любви к царю. Любви, которую я поощрил, поскольку вижу в ней ключ к спасению нашего народа, причем на долгие века. И ты готов пожертвовать ею, словно агнцем, ради процветания народа? А если царь узнает об этом, что ждет ее? Нет, нет. Ты не посмеешь. Я не допущу. Нет, унесите, оставьте меня. Хотя постойте. Простите. Не извиняйтесь, я рабыня. Я такая же рабыня. Я не хотела вас обидеть, просто... Я в смятении. Воспоминания о прежней жизни. Да, я понимаю вас. Как вы посмели прийти сюда? Какое грубое приветствие первого министра. Я пришел сообщить, что царь навестит тебя в десятом часу. А пока... Есть время... Познакомиться друг с другом. Вы с ума сошли? Я позову царя. И ты погубишь его, ведь я скажу ему, что ты частенько приглашаешь меня к себе. Одинокими вечерами. Вы лжец. Он не поверит вам. В этой игре тебе не победить. Я рисковать привык, поэтому... Пожалуйста. Не зли меня. Царь счастлив, потому что верит тебе. Не будем огорчать его. Тогда убирайтесь. Или я позову стражу. Нет. Я скажу Артаксиаксу, что это его преданный Аман позвал свидетелей. Будь благоразумна. Признай, мы нуждаемся друг в друге. Ты и я. Ты хочешь погубить нас? Царь, дорог мне. А на тебя, Аман, я найду управу. А я на тебя, Эсфирь. Рэй. Я не знаю. Ты и я. Я ciekора… Золотой меч! Царь вызвал меня. Надеюсь, он в добром расположении духа и примет меня. Настроение владыки меняется, как море. Ступай по верхнему коридору в его приемную. Царь собирается послать меня в провинцию Гален. Приготовь колесницу. Я очень спешу. Рабрый лев. Символ Персии. Надеюсь, он приручен. Твоя нежность покорит его. Я никогда не был романтиком. Мои руки привыкли держать меч, а не играть на лире. А эти ноги не созданы для танцев. Чересчур большие, правда? Я раньше думала, что у тебя копыта сатаны. Да, многие считают меня слугой дьявола. Ведь я всегда без жалости давил врагов империи. Да, это так. И вместе с ними невинных. А все из-за власти, которую ты дал Аману. Я приструнил его. Благодаря тому, что ты указываешь на его проступки. Иногда я спрашиваю себя. Кто ты? Моя наставница? Хранительница моего настроения? Или женщина, которая однажды ответит мне теплом и лаской? Я испытываю к тебе нечто большее, чем просто ласку. Значит, внешние бастионы пали. Но оборона цитадели крепче, чем у греков. Деревенской девушке мешает чувство благоговения перед царем. Не думай обо мне, как о царе. Думай, как о мужчине, который тебя любит. Сильно любит. Эсфирь. Эсфирь. О чем ты думаешь? Когда меня похитили из деревни, сначала я ненавидела тебя всем сердцем. Но теперь, когда я узнала тебя ближе, я чувствую, как ненависть покидает меня. И вместо нее растет другое чувство. Возможно, это и есть любовь. Прибыли гонцы из Нубии, Китая. Я сейчас. Жанчуг из Восточной Азии. Камень я из Нубии. Эсфирь. Я пришел забрать тебе Иисус. Нет, Симон. Судьба на нашей стороне. Двери открыты, а у ворот ждет колесница. Бежим скорее в Иудею. Симон, ты в большой опасности. Ты тоже в опасности. Ты окружена врагами. Пойми, Симон. Царь более не враг нам. Ты любишь его? Я не знаю. Правда. Эсфирь. Симон, спасайся скорее. Тогда я убью его. Ты целая. Держите его. Держите. Отчаянный мерзавец. Поговорю со стражей. Он предъявил страже меч золотого петуха. Наверное, украл у моего наместника и ловко подготовил путь к отступлению. Я удвою охрану у твоих покоев. Но с радостью охранял бы тебя лично. Когда же ты решишься? Эсфирь. Царица Эсфирь. Куда важнее для меня титул твоей жены. Так подчинись мне и надень корону. И что бы ты ни пожелала, станет твоим даже полцарства. Я хочу править только твоим сердцем. Таким любящим и нежным. Оно уже твое. Ты правишь им. И моей судьбой. КОНЕЦ 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 Вон он! КОНЕЦ КОНЕЦ Смотрите, это золотой меч Артаксеркса. Передайте ему, что однажды этот меч прольет его кровь. КОНЕЦ КОНЕЦ Я пригласил вас сюда, чтобы вы воздали должное моей супруге Исфири. Она заставила меня по-новому взглянуть на Персию, глазами справедливости. Но теперь я вижу. Отныне размер налога будет зависеть от скудности или избытка урожая. Клидратис не имеет права казнить без суда ни в одном районе. Мордахей, царская казна, не пострадает от новых налогов, потому что я намерен съездить в Персиполь и пополнить казну из сокровищницы. Это все. Мои подданные советники, я все сказал, и мое слово закон. Но я не запрещаю обсуждать мое решение. Государь, я только что вспомнил один позабытый закон великого Кира, который избавит вас от необходимости ехать в Персиполь. Я процитирую его. Всякий подданный Мидии и Персии, кто не поклоняется нашему богу Митрия, подлежит казни, а его имущество конфискации. А в нашем царстве, как известно, живут иудеи, которые поклоняются иному богу. В законах четко сказано, они подлежат уничтожению. И по вашему приказу, я могу истребить иудеев и принести вам 10 тысяч талантов серебром. Нет, нет. Этот закон пережиток кровавой эпохи. Наш справедливый царь цивилизован. Ваше Величество, прошу, одумайтесь. Не слушайте его. Молю вас. Ведь он один из иудеев. Артаксеркс! Артаксеркс! Закон, закон! Закон гласит, любая женщина, даже царица, которая вмешается в Царский Совет, подлежит наказанию. Смертной казни. Закончи текст. За исключением той, кому царь протянет свой золотой скипетр. Позволь мне молвить слово, ибо ты подарил мне царство под названием сердце и сила его в любви. Сегодня моя любовь взывает к тебе. Восстань против несправедливого закона и его поборника. Ты величайший из царей. Но кроме этого, это отважный муж, который защищает слабых. Я верю в твою мудрость и готовность искоренить гнёт и нетерпимость. Пусть иудеи поклоняются кому хотят. Я издам новый свод законов. Свод законов Артоксеркса. И тебе, Аман, вовсе не обязательно знать его на зубок. Твой новый пост в сирийской пустыне не требует досконального знания законов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он решил сослать меня в пустыню. Клянусь богами, он пожалеет, что послушал новую царицу. Хочу напомнить, что его давно пора убить. А я хочу напомнить, что в Сузах делать этого нельзя. Но если он поедет в Персиполь, как обещал... Эту поездку можно отложить очень важным событием. Истребим евреев и повесим Мордахея. Подбросим ему те таблички? Когда, Аман? Время определят сами боги. Мы бросим жребий. Пурим надежный предсказатель. Знак крови упал на месяц Аддер. Но сейчас именно он. Значит, сегодня ночью. И вот как это будет. Истребильный предсказатель. Смотрите. На ваших глазах я достал из ковчега эти таблички. Я не добавил в них ни строчки и ничего не удалил. Мой государь, мы знаем, кто предатель. Я обвиняю этого еврея в том, что он хранил государственные секреты в иудейском храме, собираясь продать их грекам. Я хорошо помню тот день, когда вы доверили их ему. Вот он. Ваш тайный план нападения на Афонскую крепость, написанный на греческом. А вот послание на иврите, греческим иудеям. Ваше величество, это ложь. Я ваш преданный и верный слуга. Он все сфабриковал. Но как? Я же не знаю ни греческого, ни иврита. Но всем известно, что Мордохей вел вашу переписку с иудеей, а также помогал вести переговоры с греками. А эти письмена – доказательство его измены. Солдаты подтвердят, что таблички эти были спрятаны в еврейском храме. Тот, кто сквернил ковчег храма, лжет. Я же запретил осквернение иудейских святынь. Да, государь. Признаю вину. Но лучше я умру, чему вижу, как нашу славную империю поглотят войска Александра. Что скажешь, Мордохей? Мне нечего сказать, я невиновен и готов поклясться в этом именем Бога. А чьим Богом ты клянешься? Моим Богом. И он поможет мне. Наши боги уничтожат вас. Наши. Потому что мы персы. И перед тем, как представить доказательства, я бросил жребий, зная, что мой государь горячо предан нашей религии. Это верно. И, возможно, мне не стоило доверять Мордохею и его странной вере. Не стоило, мой государь. Даже в выборе новой царицы. Да. Я знаю, я прогневаю вас. Но я сделал это из преданности вам. Ведь государю неведомо, что царица и Мордохей встречаются в тайне. Не забывайте, она рисковала жизнью, защищая иудеев. А стой, Эсфирь. Эсфирь. Они ваше величество. Говорю вам, они заодно. Что тебе известно о предательстве Мордохея? Единственный изменник здесь – Аман. Его нужно судить, но по законам, что выше сводов этого дворца. Слова, одни слова. Бросьте Мордохея в тюрьму. Если он не докажет свою невиновность, повесить. И вырезать евреев, если не откажутся от своей веры. Артаксеркс. Пусть это будет на вашей совести. Ты говоришь об измене. Ты обещал мне царство милосердия, а отдал его Аману, и тот наполнил его коварством. Ты понимаешь, что я могу тебя казнить за то, что ты заговорила? Да. И я не прошу протягивать мне скипетр, я все равно умру. Я еврейка. Эстер, Эстер, откажись от своей веры и живи. Я скажу за себя, за моего дядю Мордохея и за мой народ. Мы останемся верны нашей религии даже тогда, когда на месте Сус будет пустыня, а о ваших богах все забудут. Но я не испытываю к тебе ненависти, поскольку знаю, что тебя подговорил Аман. Почему он так сильно не хочет, чтобы ты ехал в Персиполь и принес ложные доказательства в ночь перед твоим отъездом? Быть может, он боится того, что ты увидишь там? Прошу тебя, ради моей любви к тебе, не казни нас, пока не съездишь туда. Я не верю твоей любви, но я прислушаюсь к твоим словам. Я отложу казнь Мордохея евреев до возвращения из Персиполя. Он не должен туда попасть. Ты был так терпелив. Я больше не держу тебя. И обещаю тысячу талантов золотом за его голову. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты удивлен, что у тебя враги? Среди них и я, проклятый вор! Симон, неужели ты примкнул к моим врагам? Я объявил тебе личную войну. Я не желаю драться с человеком, который спас мне жизнь. Ты обезумел. Возможно. А как бы ты поступил, если бы царь похитил у тебя невесту? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как, эсфиль была твоей невестой? А станет твоей вдовой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постой, она по-прежнему может быть твоей. Она никогда меня не любила. Неправда. Однажды я пробрался к ней и поджидал тебя, обнажив клинок. Она выбрала твою жизнь и вызвала охрану. Так это я тебя спугнул? Ее сердце уже тогда принадлежало тебе. Помогите! На помощь! Это Клидратис, который хотел убить тебя. Я отомстил ему. Помогите! 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 Государь, простите меня. Избавьте меня от боли. Избавлю. Или причиню. Еще больше, если не скажешь правду. Я все скажу. Все. Оман уже давно плел заговор против вас. Готовил покушение. Крал золото из Персиполя. Продавал военные секреты грекам. Он подделал доказательства вины. Мордахея. И обещал награду за вашу голову. Умри с миром, Клидратис. Из Фильм Мордахея весь израильский народ в руках Омана. Омана? Они обречены. И если только... Вот. Возьми перстень с моей печатью. Скачи в Сузы, проберись в город и отдай его моему оружейнику. Пусть вооружит всех иудеев. Ты понял меня? Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня канун еврейского шаббата. Они должны собраться в своем храме. Осман, постарайся, чтобы живыми они из него не вышли. Геркан, используй всадников для подавления волнений. Мой дорогой шумер, тебе выпала честь отвезти их предводителя Мордахея на виселицу. Свободны. Дискон, приведи царицу. Да, мой господин. Стража! Стража! Уверен, что вы станете самым известным правителем Персии. Я вновь оплашал. Не волнуйся, мой глупец. Ворота под замком. Из города никто не убежит и внутрь не проникнет. Симон, мы вместе воевали в Египте. Теперь я кузнец? Тавия! Меня прислал царь, чтобы вооружить наш народ. Еще товарищи остались? Для обороны хватит, мой капитан? Собери их и жди меня на площади. Есть и другие, хоть и не солдаты, но топором махать умеют. Мы вооружим их тоже. Найди их и приведи к храму. Слушаюсь. Господь, я взываю к Тебе, как когда-то взывал Давид. Клянусь в любви к Тебе его словами. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной у смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Готов поспорить на золотой слиток, что они отказались от своей веры и не придут в храм. Я не поставлю имедика против мудрости нового царя. Симон ждет. Наш день настал. Пришли, словно скот на бойню. Это облегчает мне работу. Ты и ты, врата закройте. Кто там? У меня послание Аману от Клидратиса. Открыть ворота. Аману от Клидратис. А, послание от Клидратиса. Гизгон. Гизгон, мою колесницу. Гизгон. 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 Скорее откройте! Гизгон. Гизгон. Схватить его. И повесить. Да повыше. И не дремлет и не спит, хранящий Израиль. И не дремлет и не спит, хранящий Израиль. И не дремлет и не спит. И не дремлет и не спит. Как те праздники, что отмечали мы в деревне. Так и будет мой лев израильский. И не дремлет и не спит. И не дремлет и не спит. Я знаю, что тебе огорчает царя. Я знаю, что хотя Артак Серкс дал тебе право выбора, он втайне желал твоего возвращения. И когда ты не вернулась, он ушел на войну, потому что жизнь перестала иметь для него значение. Ты слышал что-нибудь о нем? Да. Говорят, что греки победили персов. А для него поражение хуже смерти. Не за победы любила я его. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ